Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! Мы на библейском портале Экзегет, как вы знаете, рассказываем о святых людях, но ведь много у нас подвижников, подвижниц благочестия, старцев, старец, которые украшают церковь русскую, вот уже в близкое к настоящему моменту время. И, конечно, многие знают про старецу, схемонахиню Сепфору, которая прожила 101 год, и жизненный путь свой она закончила в монастыре Спаса Нерукотворного, это Клыково, недалеко под Оптиной пустынью. Ее очень уважали в самой Оптиной пустыне, хотели, чтобы она там окончила свой жизненный путь, но ей Божья Матерь, ей Божья Матерь открыла, что именно вот в Клыково, в монастыре Спаса Нерукотворного, там должна она проводить свои последние дни, и мы приехали именно в этот монастырь чудный монастырь Спаса Нерукотворного в Клыково для того, чтобы побеседовать с Игуменом Михаилом. А Игумен Михаил, отец Михаил, это как раз вот тот монах, который именно перевез Матушку Сепфору в обитель, который с ней с самого начала общался, который свидетельствует и наглядно видел чудеса благодати Божией и слышал ее пророчества и вообще проявление Духа Святого, как через вот это вот старицу, ну представьте, ей уже было сто лет практически, и через нее все-таки вот сила Божия наглядно проявлялась, так что, конечно, это огромная радость, что отец Михаил, он откликнулся, согласился с нами побеседовать. И вначале отец Михаил расскажет о себе, о своем пути к монашеству, потому что отец Михаил очень так необычным образом пришел к монашеской жизни, потом он в Оптяной пустыне встречался с убиенными вот этими монахами, он исповедовался у иеромонаха Василия Рослякова и в момент убиения трех иноков на Пасху 93-го года Василия Трофима Ферапонта, он как раз там находился рядом, он тоже их свидетель, отец Михаил также много общался с Илья, и вот Господь его свел именно с матушкой Сепфорой, так что давайте вот послушаем, побеседуем с ним и узнаем, как вот Господь, как Господь и в наши дни ведет своих служителей к вратам Царства Божия, как устраивается жизненный путь и современных монахов, ибо и в наши дни Господь подает нам удивительных старцев, старец, от которых нам есть чему поучиться. Отец Михаил, очень рада с вами пообщаться в обители, которые вы, ну, с Божьей помощью, конечно, восстанавливали, выстроили, и мне, конечно, вот особенно чем радостно, потому что обители, где вот матушка Сепфора именно жила, да, где она обрела свое покоение, и вы личный свидетель, свидетель жизни матушки Сепфоры, тут по праву надо сказать, что она, безусловно, святой человек, хотя еще не причисленный к лику святых, но пред Богом такие души, они, Господь не смотрит на какие-то списки человеческие, да, уж вы-то точно можете засвидетельствовать ее святость, и, кроме того, вы же, когда пришли в Оптину пустынь, то как раз общались и знали и романаха Василия, да, и иноков Ферапонда, Трофима, и тех, кто вот пострадал на Пасху, как мы помним, вот, и вообще, конечно, интересен очень ваш личный путь вот к монашеству, да, как вы вообще пришли к монаху, как Господь вас вел по этому пути, вот, может быть, вы расскажете, что именно случилось, что повернуло ваша жизнь к монашеству, да, и вот как потом вы пришли в Оптину пустынь, и уже, как вы дальше пришли и встретились с матушкой Сепфорой? Ну, любой путь он имеет какой-то свой промысел, и мне, допустим, с раннего детства всегда хотелось пообщаться с священником. Не знаю, вот это объяснить не могу, состояние чувства, но я всегда после посещения храма спрашивала маму, говорю, мама, а вот как бы со священником там познакомиться, папа? Она говорит, ну, в советское время священники скрывались, они не были столь открыты, чтобы для общения, говорит, ну, это сложно, это невозможно, тем более мы жили в поселке, в котором не было храма, и надо было ехать на электричке 40 километров, в Симферополь, и там было всего три храма, в которые можно было сходить помолиться, это всегда было столпотворение, это всегда было много народу, но вот это чувство детское, оно сохранилось. И уже когда я в 89-м году ушел в армию, получается, что именно в это время мои родители были инициаторами открытия храма в нашем поселке. В нашем поселке был храм, из него сделали детский садик, потом детский садик закрылся, и вот как бы мои родители ходатайили, ходили, собирали подписи для того, чтобы забрать это здание и возродить храм. Ну, я, будучи солдатом, получал письма из дома, и они мне все это рассказывали, писали. Мне было очень интересно, и первая мысль, что наконец-то исполнится моя детская мечта, что я вернусь из армии, и у меня будет возможность общения со священником, потому что, ну, все-таки мои родители какое-то отношение к этому имеют, они общаются, и как бы я вот, наконец-то, да, то есть, ну, так и случилось, что я вернулся в 91-м году с армии, и как бы с мамой мы пошли в храм, и она познакомила меня с настоятелем. Он, конечно, был не старше меня, всего лишь там на 5 лет. А как звали его? Отец Сергий Матвиенко, он у нас благочинный Красногвардейского района, это храм в поселке Октябрьское, вот. Ну, там, в Крыму. Да, в Крыму, вот. И как бы вот уже он застал как бы самое начало этого возрождения храма, потому что вот даже то, что меня лично поразило, когда я с ним встретился, то из храма сделали детский садик. У детского садика были пристроенные помещения, умывальники и туалет. Да, понятно, что это все отремонтировали, это все привели в порядок, так вот он в умывальниках жил, а в туалете у него была кухня. И меня это поразило, насколько смирение у человека, что он молодой человек, ему там было тогда, может, там, 26 лет, там, может, где-то так, на 5 лет мне старше. И вот он как бы с молодой матушкой, красивая девушка, женщина, да, там, двое маленьких деток, и они вот так вот готовы жить, смиряться, не ради денег, потому что на этом приходе на первом этапе никаких денег речи не шло. А его друг, отец Георгий, который сейчас тоже священник в соседнем селении, он вообще был мастером спорта по кунг-фу. У него в Ялте было несколько своих спортсбалов. И человек бросает все это, уходит в церковь за своим другом и живет в старом сарайчике, при этом детском, ну, сарайчике этого детского садика. Тоже красивая жена, маленький ребенок, тишина, благодать. И вот, конечно, меня это все настолько глубоко поразило, что, конечно, у меня никаких уже других мыслей не было, как вот именно вести духовную церковную жизнь. Ну, отец Михаил, я вот, насколько знаю, вы ведь на самом деле собирались жениться. И невеста была, да, и даже день свадьбы был назначен. И вдруг что-то так вот изменило, резко изменило вас в сторону именно монашества. Ну, тут самое главное что? Что, общаясь вот с этим священником, отцом Сергием, он меня просто очень серьезно поразил, как глубокий христианин, глубоко верующий человек. И настолько там была вот на территории этого храма такой оазис благодати, которой я окунулся. Потому что такого я больше никогда не испытывал. И, как бы, естественно, я уже себе жизнь без церкви не представлял. Но так вот случилось, что я собрался в гости своему старшему брату Геннадию. Это город Долгопрудный. И это 92-й год. Тогда купить какие-то церковные книги, литературу было очень сложно. И этого просто нигде не было. Меня отец Сергий попросил съездить родице Сергею Лавру и подкупить кое-какую литературу именно для церковной лавки. И, приехав, я не представлял себе монастырь, потому что у нас в Крыму, кроме храмов приходских, не существовало никаких больше святынь, которые могли бы свидетельствовать о том, как выглядят монастыри. Ну, как бы, что-то читал, понимал из книг. Но представление было своеобразное. И когда я приехал в Сергию Посад, вышел с электрички, вышел, как бы, и передо мной открылась панорама троллей Сергея Лавры, меня это поразило до слез. У меня просто выкатились слезы. Я подумал, ну, только русский народ мог построить что-то грандиозное, что-то красивое, и что это абсолютно бескорыстное, что это никак не могло быть чьей-то задумкой, чьей-то славой человеческой, кроме славы Божьей. И зайдя, как бы, уже внутрь монастыря, пройдя сквозь врата, и дальше я увидел 16 век. Такое ощущение, что у меня вот машина времени поменялась, и у меня был 16 век. Парни ходят в кирзаках, косовородках, бечевкой перепоясаны, монахи с длинными бородами, которых я не видел, потому что у нас даже священство в Крыму ходило с короткими бородками. И длинные бороды, лопатами, это было просто... я их не видел за всю свою жизнь. И вот зайдя уже в храм к мощам, Троицкий собор, какое-то время я просто стоял, насыщался вот этой вот архитектурой, роспиеми, благодатью, и только когда, не знаю, через час опустил глаза вниз, я увидел, что идет очередь. Я спросил, а что это? Он говорит, к мощам, каким? Преподобного Сергия. Я был абсолютно неофит. Я подошел к мощам, приложился, помолился, и мне не хотелось уходить из монастыря. Я понимал, что у меня есть какие-то обязательства, там, купить книги, поехать домой, вернуться к брату, но вот все, у меня что-то внутри перевернулось, и подойдя уже к воротам, я не мог дальше никуда идти. Я увидел какого-то монаха, строительства Сергея Лавры, и он был такой благобразный, такой, с застиранным по дрясничке, что мне очень показалось, что это именно по-монашески. И, значит, я хотел к нему подойти, но не зная вопроса. И когда я подошел к нему спросить, не зная что, первое, что из меня вырвалось, это как стать монахом? Он говорит, да, ты откуда? Я говорю, из Крыма. Все, давай, так, мы едем, я в Семанский скит восстанавливаю, давай, все, где твои вещи, поехали. И он меня тем, вот этой простотой, вот этой вот близостью, вот этой братской любовью, он меня просто ранил. естественно, я этого сделать не мог, потому что, ну, какое-то воспитание у меня такое, знаете, надо все там, что обещал выполнить, вот я не мог и бросить. Я говорю, прости, у меня, говорю, обязательно там, книги надо купить. А, ну ладно, говорит, он все понял. Вот, но я вот ушел, как бы какой-то, как птица подраненная, все, я уже не мог больше ни о чем думать, я не мог уже, у меня все, все внутри перевернулось, и я, как бы, естественно, еще какое-то время побыл в Лавре, купил книги и поехал уже там, ну, сначала к брату, потом в Крым домой. И когда я приехал, я не знал, как всем сказать. Сначала сказал отцу Сергею об этом, он меня не понял, потому что уже там обсуждали венчание, обсуждали свадьбу. Вот, ну, он говорит, ну ладно, ты там, говорит, проверь себя, это у тебя там серьезно, надежно. Потом, естественно, сказал маме, мама как, а внуки? Я говорю, не будет внуков. У тебя, говорю, старшего сына есть, ну, младшего не будет. Объяснился перед, как бы, перед невестой, она, конечно, немножко поплакала, потом, сама поехала, пожила в монастыре, что я ей, в принципе, рекомендовал. Ну, и все, как бы, я освободился, все, я освободился, всем все сказал, все. Ну, как бы, отец Сергий сказал, вот, ты, говорит, себя проверь. Я какое-то время вот ходил там в одиночестве, молился, сделал себе из веревки, навязал узелков, сделал четки, и вот вечерами ходил по поселку. Вот, мне, конечно, такое, какое-то состояние было, умиротворение, молитвы, замечательное было время. а потом, выяснилось, что отец Сергий, отец Сергий, едет в тролице Сергий в Лавру. Все, я говорю, бачка, я с тобой, все, я в Лавру. Ну, как, я же монах, я же подвижник, подвижнику же ничего не надо. Естественно, никаких документов с собой не взял. И, когда я приехал в Лавру, то выяснилось, что нужно паспорт, нужны документы. Меня там не приняло. Ну, во-вторых, когда я второй раз приехал, то уже был не 16 век, а были негры, туристы, фотоаппараты, братья какие-то нелюдимые, которые там относились как-то к тебе очень холодно, жестко. И у меня какое-то зрение другое открылось. Не то, что я разочаровался, но, отец Сергий, я не хочу здесь оставаться. Я говорю, ничего не передумал, я оставаться здесь не хочу. И вот у него были документы, мы переночевали, мы переночевали в гостинице возле Лавры, и на следующий день на поезде поехали обратно. Отец Сергий поехал в Крым, а я в Туле вышел и на перекладных уже добирался до Оптиной пустыни, потому что он меня благословил. Он говорит, ну, едь в Оптиной пустынь. Я, конечно, не знал, что такое Оптиной пустынь. Говорит, ну, я там был, мне там понравилось, монастырь там восстанавливается, давай, езжай, вот там будешь жить, подвязаться. И когда я приехал в Оптиной пустынь, доехал на перекладных до Козельска, пешком дошел до Оптиной, зашел в храм, как раз пел из Херувимска, и мне кто-то говорит, с праздником. Я говорю, с каким? Ты куда приехал? В Оптиной пустынь. Сегодня преподобный Амруси. Я говорю, кто такой преподобный Амруси? То есть я приехал в день как раз 23 октября, это как раз был день преподобного Амруси. Вот так я как бы уже остановился на том, что я жил в Оптиной пустынь. И они без документов и взяли. Да, все было очень просто. Я почему-то взял тракторные права. Вот не знаю, вот паспорт не взял, а тракторные права нужны. Вдруг я на тракторе буду ездить. Вот. Так что вот так вот. Хотя у меня там и права были и на машину. Но потом вас так ведь послушание было водителям, да? Да. Очень была необходимость в то время в Оптиной такой вот дежурный разъездной водитель, именно кто-то из братьев трудника. Вот как бы я эту функцию выполнял и приходилось рано вставать, поздно приезжать там после того, как развезешь всех рабочих, водителей. Так что было такое у меня послушание. отец Михаил, вот мне немножко так известно, что вы как раз исповедовались у иромонаха Василия Рослякова, ходили к нему на исповедь. Он был вообще молодым иромонахом, да, ведь там же уже были какие-то старцы, которых почитали люди. Но как-то получилось, что вы с ним пересекались, в общем. Ну, на что я первое обратил внимание, это те, кто говорили просто какие-то великолепные проповеди, это был отец Михаил и отец Василий Росляков. Это были какие-то гениальные просто проповеди, которые трогали душу. И отец Василий, несмотря на то, что он был молодым иромонахом, его проповеди всегда были какие-то такие очень содержательные. Не просто там пересказ чего-то, а именно какой-то содержательность была в этих проповедях. И когда, естественно, на всеночном денье выходили игумены иромонахи на исповедь, то у кого-то стояли большие очереди. Я обращал внимание, что у отца Василия практически никого. Он молодой был. он был молодым иромонахом, и все предпочитали пойти к каким-то игуменам на исповедь. И я был такой же, как и все. Но отстояв какое-то время в очереди, я просто очень приятно было с ним поисповедаться, пообщаться. Человеку был очень такой теплой души, такого теплого характера человек. Еще раз подчеркну, что вы как раз были в тот день на Пасху, когда произошло вот это злодеяние, убийство трех оптинских монахов. Могли бы вы как-то немножко рассказать про это. Да, понимать, что тогда было небольшое количество братьев, и даже те послушники, детрудники, которые жили, это очень была одна семья, и мы все близко общались. И в тот день, когда была Пасха, то эконом, отец Митрофан, он тогда был иродиакон Митрофан, попросил меня после ночной службы пасхальные от бабушек отвезти в Козельск. Это Пасха 93-го? Да, Пасха 93-го. И конечно, как молодому хотелось пойти разговляться после Пасли, но я посадил всех бабушек в такой газончик с будочкой, ну и повез их в Козельск. И обратно я спешил побестрее вернуться, хотелось брать на разговение, и подъезжая к монастырю, я начал слышать звон, что кто-то звонит в колокола. Пасхальный звон-то, ну понятно, что это не после службы звон, то есть кто-то вышел просто позвонил. Это были как раз иноки, Ферапонт и Трофима. Трофима и Ферапонт, они как раз звонили вдвоем. И пока я парковал машину, это все очень близко, это напротив Казанского храма, то есть у меня возникло желание пойти с ними вместе, ну пойти позвонить. И только сделав там какой-то шаги за угол Казанского храма, оттуда выбегают рабочие и там кричат монахи порезались, монахи порезались. Я, конечно, ничего не понял. то есть это был какой-то просто Пасха, праздник и тут монахи порезались. Я, естественно, бегом к этой звоннице, подбегаю, там лежит Ферапонт, он уже был покойный, текла кровь, парила, прохладненько. Трофима занесли в Веденский храм в Никольский предел, положили на лавочку, он еще дышал, а отца Василия, Рослякова поднесли к мощам преподобного как раз на этой площадке перед мощами. И я единственным был молодым, я просто находился в шоковом состоянии. Если бы мне, конечно, сказали что-то делать, я бы делал, но я не понимал, что нужно, но я видел отца Василия, он уже был без подресников, триков, футболки. Сняли с него, да? Да, он был без подресника, и у него в животе была щель от нашего, и с двух сторон боков. То есть этот убийца, он сначала встретил этим кинжалом в живот, а потом точно так же, как и Трофима, как и Ферапонта, разрезал насквозь, то есть боковым движением на лезвие. Получается, вы как раз тоже хотели названиться, и если бы на три минуты раньше приехали бы, то вы как раз тоже могли встретиться с этим убийцей. Если бы, да, какие-то секунды, даже не знаю, потому что я когда уже шел к звоннице, то уже звон такой был блям-блям-блям-блям. Как раз вот... Да, то есть в этот момент происходило убийство, убийство в тот момент, когда я уже подходил за угол храма, Казанского храма. Да, конечно, такое вот событие. Но они же как мученики. Никто из братьев, из трудников, никто не сомневался, у всех была радость, если те злодеи, которые организовали это убийство, рассчитывали, что... Они, наверное, рассчитывали, что все испугаются и уйдут из монастыря, то произошло ровно наоборот. Все говорили одно и то же. И я хотел звонить, и я хотел звонить, и я туда должен пойти, и я должен был туда пойти. Но все должны, никто не пришел. А расскажите, вот как дальше ваш путь монашеский становился, и что потом, когда в первый раз вы уже встретились с матушкой Сепфорой, и что отец Ильи говорил вам потом по этому поводу? Ну, первое, что произошло, это то, что мы в августе месяце переехали сюда, в Клыково, мы из Оптиной пустыни ходили в деревню Новоказачья, там жил покойный, тогда он был ромонах, Петр Барабан, потом он был игуменом, святодухом храме в Козельске, настоятелем. и вот ему предлагали здесь быть настоятелем, и он нам предложил, пойдемте сюда, будем строить скид, ну и мы как-то загорелись, загорелись, но я единственное сказал, отец Петр, я без благостояния не уйду, то есть, если у меня будет благостояние, я пойду. И вот, возвращаясь с очередной командировки с Белоруссии, я заехал к нему, чтобы там передать ему продуктов, консервов, и он такой радостный светящийся вышел с домика, все, владыками назначил, поехали, пойдем строить скид. Ну, я немножко так подраненный, уехал от него с этим разговором, приехал в Оптин и узнаю, что отец Ильи уже многих благословил. Я побежал к отцу Илью, говорю, баечка, вы там этого, этого благословили, а меня, говорит, иди, иди, поможешь, иди, поможешь. Ну, вот так отец Ильи благословил, и все, я загорелся, и мы сюда вот уже в августе месяце, я как помню, 15 августа, мы сюда вот приехали в эту деревню, в этот разрушенный храм восстанавливать. Ну, а жизнь складывалась так, что у нас два года было жизнь на выживание. То есть не было ни денег, ни продуктов, ничего. Это отдельная история, но как бы самое главное, что в тот момент, когда мы пришли в 93-м году сюда, вот в Клыково, в этот храм, в 93-м году Матушка Сефора молилась у себя в квартире в городе Киреевске о том, что Матерь Божия указала ей, где ей жить и умереть. И Матерь Божия явилась, говорит, не переживай, ты не умрешь в миру, жди, за тобой священники приедут из Клыково. И вот получается, что Матушка два года ждала, потому что мы приехали только в 95-м году. Отец Михаил, а вот была встреча, когда она сама приезжала в Оптину, и вы... Да, это была первая встреча. Могли бы рассказать про это? Это была первая встреча, я как раз только приехал. Это буквально первый месяц, может быть, жизни в монастыре. мы все тогда хотели пообщаться с каким-нибудь старцем, что-то узнать о себе, какое-нибудь там наставление, пророчество. Отца Ильи не было в этот момент, отец Ильи был в Хрыму на лечение. Вот, я жил в каких-то ожиданиях отца Ильи, а тут говорят, что вот в Оптину пустыню приехала старец, семнахинь Сефора, что вот к ней можно попасть, там на прием, она прозорливая. Ну, я, короче, тоже решился, пошел, ее поселили в углу монастыря, там был такой медицинский корпус, и там братья к ней приходили на, ну, как бы, на благословение, на общение. Я постучался, кто-то из братьев вышел, говорит, ты куда? Я говорю, мамочки, да ты что, здесь, говорит, игумены стоят в очереди, иди отсюда, и куда тебе, говорит. Ну, я ушел. Вот, а на следующий день я выхожу из Веденского храма и вижу такую картину, келеница ведет матушку. И кто-то из трудников, пойдем, пойдем к матушке возьмем благословение. Ну, я где-то смутился, я же неофит. Думаю, как у женщины брать благословение, она же женщина. А потом я сзади пристроился, я смотрю, она всех троеперстием крестит, руку не дает целовать, просто троеперстием крестит, кто просит ее, она просто крестит. Думаю, ну, мама меня тоже так крестила, думаю, ничего здесь такого, вот. Я подошел в конце, она меня перекрестила, раз меня за плечо, ты кто? Я говорю, Сергий, а что ты здесь делаешь? Так удивленный. Ну, вот сам тут в экономском отделе помогаю, там командировки езжу. А она такая, а нам вместе с тобой жить? Я такой в недоумении, что сказала, стою такой, ну, просто в паузе какой-то, а сзади келеница, говорит, слушаешь, слушаешь, что матушка говорит, она старится. И матушка хлопает меня по плечу, говорит, ну, бегай, бегай пока, бегай. И пошла. Я, конечно, ушел в недоумение. Я потому, что потом подошел к одному брату просто разузнать. Я говорю, матушка старится, старится, прозорливая, прозорливая. А где она живет? У дочери, на квартире. А сколько там комнат? Две. Ну, я просто уже больше не мог ни о чем думать, потому что у меня в голове этот кубик-рубик просто не складывался. Потому что она сказала, нам вместе с тобой жить, а где жить? То есть туда ли в квартиру и зачем туда ехать? Ну, логически любой человек подумает, раз тебе благословили вместе жить, надо, значит, ехать вместе жить. Да, это просто потрясающе. И потом ей как раз Господь уже открыл про то, что вот, Божья Матерь, Божья Матерь, что в Клыково, да, а вы уже как раз сюда приехали, а ей-то сказал, что приедут священники, да, и они за тобой. Ей сказала Матерь Божья, что не переживай, за тобой приедут священники из Клыково. То есть ей было конкретно сказано. И потом как? Ну, была еще одна встреча с отцом Ильем, когда он спросил, говорит, ты Матушку Сифору знаешь? Я знаю. Едь к ней, она вас будет окормлять. Значит, отец Ильи направил. Тоже было непонятное благословение, потому что я тоже ничего не понял. Думаю, зачем ехать к Матушке Сифоре, когда мы с отцом Ильем общаемся, то есть все окормления и благословения получаем. То есть тоже не было понятно это благословение. Но вот тогда, когда мы уже собрались ехать, это было общение с отцом Никоном Красновым. Мы сидели вот в этом недостроенном домике, который мы потом приготовили к Матушке Сифоре, и деньги заканчивались. Мы просто сидели, обсуждали, что надо поехать к какой-то молитвеннице, у кого-то попросить молитвы, благословения, чтобы нам Господь послал богодетелей. И вот с этой мыслью мы туда к ней поехали в 95-м году, тоже в августе месяц. И как прошла эта встреча? Ну, отец Никон к нам сюда пришел чуть-чуть позже, и он тоже участвовал в экономском отделе, и он ездил по оптинским делам. Он заезжал к Матушке туда, в Кириевске, и он там ночевал. У него было общение с Матушкой Сифорой. А у меня была только одна встреча. И когда мы приехали, он зашел к Матушке, поздоровался и пошел к дочери на кухню. Я зашел. А я уже был тогда Эродиаконом. Я был Эродиаконом Феодосией. Матушка говорит, ты кто? Я говорю, Феодосией. А какой Феодосией? Вопрос был понятен, потому что к ней Феодосия ездил с Оптиной, монахом. Феодосия Кираль. Я говорю, Клыковский. Она, как Клыковский? Клыковский. Она вскакивает из кроватки, прыгает, ладоши хлопает, радуется. А я сижу, не могу понять этого радости, потому что приехал какой-то Феодосий. С непонятного какого-то Клыкова. В чем радость-то? Ну, потом, когда она закончилась радоваться, она уже поняла, что вот я уже здесь, никуда не уйду. У нас была очень долгая беседа. Мы до полночи, до часов, до трех ночи сидели, беседовали. Прямо в тот же день, да? Да, нам никто не мешал. Она меня не отпускала, потому что она ждала два года. Ее где-то можно понять. Это ожидание было двухлетней давности. И что она говорила? Она в первый вечер мне рассказала все. Что мы построим, где что построим, колокольню, что у нас там будет самый большой колокольчик в области, там храм, корпус. Я просто это все не вмещал. Я там верил, но не вмещал, потому что я в экономском отделе участвовал в делах оптиной пустыни. Я знал, какие средства, какой объем работы надо сделать. И, конечно, когда у меня в голове возникли какие-то сомнения, то есть я сидел и у меня просто реальные были сомнения, она для того, чтобы меня успокоить и поставить на место, она берет, открывает шкаф. Тут надо пояснить, что она уже слепой была. Да, она с 90-летнего возраста была слепая, то есть это уже лет 10, как она была слепая и она открывает шкаф, берет первое попавшееся полотенце, оно было такое полосатое, пальцем указывает на одну из полосок и говорит, это синие, говорю, да, на следующую, это красное, да, это зеленое, да, куда-то руку под кровать засовывает, достает какую-то первую попавшуюся банку, это там такое-то варенье, да, другую засовывает, это такое-то, да, то есть она как бы подтвердила, что она вот прозревает вот даже такие вот да, она просто меня поставила на месте, чтобы я больше никогда не смел думать, что она чего-то там не знает или что-то как бы ей неведомо вот в нашем разговоре, то есть она все знала, один случай расскажу, показательный, который он мне рассказывал до этого, но это было уже потом, это было уже здесь, но он показательный, общаясь с матушкой, я понимал, что многое мы упускаем для истории, и мне хотелось это записать на диктофон, и мы пришли к матушке, говорю, матушка, разреши записать на диктофон, она отказала, но мы же современные, умные, я беру диктофон, перед входом в келью включаю, захожу к ней, она лыбится, она сидит, лыбится, и я понимаю, что она все понимает, и она понимает, что я все понимаю, и мы разговариваем, а мне стыдно, я же понимаю, что она все понимает, поговорили, я вышел из кельи, включил, перемотал, включил диктофон, я больше не записывал. Ничего не записалось. Ничего не записалось. А вот расскажите, как вы вроде ненадолго в затвор решили уйти. Ну да, общаясь с матушкой, естественно, какой-то создался образ вот этого подвижничества, и где-то какие-то сомнения в душе, что я неправильно живу, что вот надо больше молиться. Я, значит, ушел в затвор. Перестал выходить на работу, начал целый день проводить молитвы, в поклонах, там, чтении, на сердце тепло, благодать, прям молитва самодвижущая. Так просто замечательно, ну где-то там дней пять, может, это продолжалось. А потом просто надо было поехать к Машке Сифории. И мы собрались, поехали к Машке Сифории в Киреевск. И как только мы приехали, только мы дверь открыли, она ждала в дверях, и прямо в дверях начала меня ругать. Ты почему так поступил? Кто тебе разрешил? Хочется, чего ты... То есть она меня ругала, что как это так, ты без благословения занялся тем, что ты не понимаешь. То есть как бы она вот как бы видела эту мою проблему, что это свое родо прелесть, что это вот человек, когда делает что-то по своей воле, то это он угождает врагу. Как святые отцы говорят, что моя воля, это есть воля бесовская. Так что любое дело, которое мы делаем по своей воле, это мы угождаем не Богу, мы угождаем врагу. И после этого вы вернулись к трудам, да? Все, все. Машка сказала строить, значит строить. Но это было еще... Вы пока ее не перевезли еще, да? Да, это был конец 1995 года. Да, ну вот был такой у меня момент в жизни. Получается, что она всю жизнь хотела в монастыре, да, и чуть ли не до 100 лет вот дожила, ожидая своего. Да, это очень сложная жизнь, потому что сложно понять ее глубину вот этой вот духовности, потому что никто не осознает, в каком терпении, в каком смирении, в какой крутости пребывала Матушка всю свою жизнь, потому что она никогда не могла сделать, как она хочет. Она всегда смирялась обстоятельствами. Она никогда не поступала по своей воле. Потому что даже вот желая уже поселиться, окончить жизнь в монастыре, она не едет в монастырь. Было уже определенное количество женских монастырей. Я думаю, даже больше вам скажу, больше вам скажу. В Оптиной пустыне отец Венедикт в скиту ей готовил домик, келенец, и хотел ее забрать туда в скит. И она, зная об этом, и зная о том, что как бы отец Венедикт ей готовит этот домик, и помня благосостояние Матери Божией, она не могла поступить по своей воле. Потому то, как мы ее перевезли из Киреевска сюда в Клыково, это было тайнообразующе. О том, что мы приедем ее забирать, знал только я, отец Никона, матушка Сефора. Всем остальным это было откровение. То есть матушка в последний день объявила, что она едет. И там, конечно, сопротивление было очень большое, потому что все уже мечтали, что матушка будет жить в Оптиной и будут ездить в Оптиной, жить в Оптиной и все остальное. А матушка мне сказала, ты говоришь, не переживай, я как Матерь Божия благосостояла, я так и сделаю. Да, Клыково это было не лучшее место для проживания, но это было благосостояние Матери Божьей. И когда мы Матушку сюда привезли в Клыково, для всех это было откровение, было и для чата откровение, потому что они тоже этого не хотели. И тут был такой слет, слет, чат, приехали там оптинские игумены на Волгах, сидели и уговаривали. Вот Машка мудрая, да, хорошо, хорошо, да, конечно, конечно, ну куда же я поеду, смотрите, какая деревяшечка, мне Господь дал такую деревяшечку. Там время протянет, потом говорит, ну сегодня уже поздно, ну куда я сегодня поеду. Вроде не обидела и объяснить им ничего не может. Она вроде пытается им объяснить, а они пытаются ее, вот наместник благословил, все, наместник дом построил, наместник теле не сдал, все, машина стоит, Машка, садись, поехали, все, все, наместник благословил. Она им пытается объяснить, что Матерь Божия благословила, что деревяшечка, что я хочу здесь. Нет, все, наместник благословил, все, поехали, машина, там, паровоз, все, самолет, паровоз, все, готово, все, поехали, клиненцы ждут, все, там. Но она так и не поехала. Несколько дней они ездили, пытались ее уговорить, чадо ее все соблазняли увезти. Она говорит, ты не переживай, я никуда не поеду. Отец Михаил, вот вы с ней общались, и получается, когда она сюда уже переехала, исполнилась, она сказала, что нам же вместе жить, и где-то года полтора до ее кончины, может быть, как-то охарактеризуете это время, ее как святого человека, вы же приходили, общались, и с какими-то просьбами обращались. Самое главное принцип общения он заложился еще в Киреевске. Вот когда у меня еще были там доли каких-то сомнений, смущения, я там чего-то себе представлял, думал, то самое главное это то, что она мне сказала четко. Она очень такая была прямая, она говорит, я тебе не кукла говорящая, если ты что-то хочешь от меня узнать, то ты прежде попроси Господа, Божью Матерь, святых, а потом ко мне приходи, и я тебе все скажу. Вот начиная с Киреевского общения и дальше, я никогда ей не задавал вопрос. Зная это благословение, я всегда накануне молился, просил Господа, Божью Матерь, обращался к разным святым, и приходил к Машке Сифоле в келью, не задавая вопроса, я получал конкретный ответ. и сомнения в том, что это было от Господа, у меня не могло возникать, потому что вопрос я задавал только Богу. Вот таким образом у нас строилось общение, у нас не было какого-то пустословия, знаете, мы сидели там, разговаривали ни о чем, все было четко, конкретно, она, конечно, со мной была очень откровенная, она ничего от меня не скрывала, я даже этому удивлялся, потому что я потом, когда после ее смерти начал общаться с кельницами, с какими-то чадами, с родственниками, они ничего этого не знали, то есть она мне это все старалась вылить, 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 рассказать, рассказать, вот, то есть другим она это не рассказывала, другим она такой откровенной она просто не была. Я просто помню, как вы говорили, что у нее как будто не было преград в общении с небом, да, то есть когда вы приходили. Ну, как бы сложно словами описать ее, как бы вот внешне это была старушка, это была столетняя сагменная старушка, но это был человек с сильным духом, она не имела как бы ни в чем ограничений, да, то есть это был ангел во плоти и приходя к ней бывало утром, она говорит, вот я в таком-то монастыре была, в таком-то монастыре, я к такой-то иконочке прикладывалась, такой-то иконочке прикладывалась, если какой-то вопрос становился узнать что-то там от Господа Божьей Матери, она тоже там нагнется и тоже тебе отвечает, то есть я так понимаю, что это был прямой вопрос, прямой ответ именно без всяких посредников. Да, ну вот насчет посещения вот этих монастырей, хотя она вроде бы в келье была, вспоминается как келейница рассказывала. был один прямой случай, подтверждение этому, когда это когда у матушки было две келейницы монахиня Сергия и монахиня Мелитина, то живя у нас здесь они менялись каждую неделю. И вот очередной раз одна из келейниц Мелитина была здесь, а Сергия уехала домой Болохова и с сыном поехала в Троице Сергею Лавру. Приезжает от Сергея Лавру, заходит в храм и видит Машку Сифору. То есть это не какое-то привидение, облачко, сновидение, стоит человек. Она подходит к Матушке, Машка, Машка обрадовалась, поговорила с ней и был как раз полилей. И она говорит, Сергей, я пойду сейчас помажусь и вернусь. И пока она полилей помазалась, вернулась, Машки уже нет. Ну, как женщина. Слезы, бросила, оделась. И она напрямую строит Сергей Лавр и едет сюда. А мы сидим, Машка на месте, даже чуть-чуть себя так плохо чувствует, как-то так, да, вот. И она заходит в дом и с порога там начинает причитать, Машка, ты куда меня бросила? А мы вообще не можем понимать, о чем она говорит. Машка начала там, да ладно, что-то там придумала, там так-сяк, так-сяк с ней поговорила как-то. Но потом она рассказала и объяснила, что она ее видела в Троице Геловой. Да, это, конечно, какой-то такой высший уровень святости. И, ну, вы же знаете много случаев исполнения ее молитв. Может быть, вы расскажете что-то вот из жизни обители, что-то было с ней связано, какие-то такие чудеса, да, или как она на людей влияла? Ну, да, был очень явный такой, явный такой случай, когда как раз все происходило в одно время, и мы в конце 95-го года затеяли крыть крышу железом здесь вот на храме Спаса Нерукотворного. И рабочие были молодые, двое ребят с Украины, они просто сидели, откровенно у них не клеилось с работой, они сидели откровенно ругались матом. И в один прекрасный момент Машка попросила позвать этих ребят к себе в домик. Они пришли, и Мадушка им рассказала все их мысли, все их чувства, начала их ругать за то, что они ругаются матом. И они настолько испугались, и она научила их читать Иисусову молитву. И вся оставшаяся крыша, а это была большая часть, это был конец декабря, 35 градусов мороза, и они сидят на железе, им было жарко, у них спорилась работа, у них очень быстро шла работа, и самое главное, что они это делали сусусовой молитвы. Вот был такой интересный случай. А вот то, что связано с председателем колхоза? Ну да, это у меня был личный такой случай, когда в самом начале большая часть территории, которую мы сейчас используем, это была колхозная земля. И мне время от время приходилось что-то согласовывать с председателем колхоза. И когда я первый раз встречался, он просто пышал на меня, орал, просто ругался, кричал, что наша власть вернется, мы вас всех там поубиваем. И мне надо было очередной раз ехать, что-то с ним согласовывать, уже была матушка Сифора. Я говорю матушка Сифора, такой приседатель, с ним невозможно разговаривать. Она такая, да ладно, ты помолись, все будет хорошо, что ты, с чего ты, почему ты там, ну и как-то так. Я, значит, услышал ее благословение, помолился Господу, Божьей Матери, святым, помолился, приехал в колхоз, там помолился, подошел к двери, дверь перекрестил, живой помощи прочитал. Я открываю дверь, захожу к председателю, это милейший человек, это брат, который ждал меня просто все это время. Мы с ним полюбовно там все порешали, я сидел просто в недоумении, потому что я помню два человека, и тут оказался он такой милый, хороший человек, оказывается, просто надо было помолиться. Тут, наверное, сама Матушка Сепфору помолилась. Матушка помолилась, безусловно, и Матушка помолилась, конечно. Ну, конечно, возникает такой вопрос, ведь она же в миру жила, фактически ее становление как святого человека прошло в миру, ведь она же была замужем, детей рожала, воспитывала и так далее. И возникает вопрос, ну, а мы-то вот, почему у нас вот не так, как у нее, то есть, в чем причина, что вот у нее святость, а мы... А вот знаете, вот я вот один пример приведу. Когда Матушка уже, ну, скончалась, я общался с теми дочерьми, которые были живы, и вот я одной из дочерей Лидии задаю вопрос, а как Матушка вас воспитывала? Я готов был услышать разные, она говорит, никак. Я говорю, как никак? А нас Матушка не воспитывала, у нас каждого было обязанности, у каждого в семье были обязанности, и каждый знал, какие обязанности выполняет. Матушка была на одном как бы уровне со своими дочерьми, она не давлела над ними, она была мамой. она, вот одна дочь рассказывала, Матушка всегда как бы жила и подрабатывала тем, что она очень хорошо шила, это ее было основное занятие, и вот дочери надо идти в школу, девочка все-таки, да, а мне в чем? Ну, бедненько жили. И вот матушка всю ночь сидела, шила какую-то там блузку, и когда дочка проснулась, то на спинках стула висела какая-то там очень красивая блузка. Вот пример, как мы должны относиться к друг другу. Не требовать, а что можем сделать? Матушка она никогда не пыталась ни над кем давлеть, не пыталась навязывать свое мнение, она несла все тягоды и все то, что ей Господь посылает. Никогда от этого не самоустранялась и не роптала. Просто, как мы в начале разговора говорили, что она ни о чем плохо не думала. Да, отец Михаил, я знаю, что матушка Сепфора вам открывала в том числе и будущие судьбы России, но это вот на ваше усмотрение, хотите, можете говорить, в том числе относительно войн, которые в итоге начались, но может быть вы хотя бы что-то скажете из того, что она говорила о будущих судьбах. Вы знаете, все ее откровения это целая канва. И если я что-то недорасскажу, это будет неправильно понято. Тут надо рассказывать весь цикл вот этого разговора нашего, потому что все имеет закономерность. Если говорить о сегодняшнем времени, как в тему нашего разговора, чтобы как-то подытожить наш разговор, то один из разговоров именно я задал вопрос о Третьей мировой войне. задавал разные вопросы о будущем России, получал ответы. Вот конкретно задал вопрос о Третьей мировой войне. Она говорит, а что тебе Третья мировая война? Говорю, Машка, опять разрушение, опять война на нашей территории, опять какие-то разруха, опять большое количество смертей, опять заново все восстанавливать. Она такая, а на нашей территории войны не будет. Да, поначалу будет казаться, что мы даже проигрываем, потом наши, говорит, соберутся вооружаться. Она говорит, что да, я не сказал, что война начнется с Украины, что, извините, когда она мне сказала в 96-м году, что война начнется с Украины, я себе это представить не мог. Я потом, понимаете, до недавнего времени я просто даже помнил эти слова, но они мне не складывались. Недавно сел у меня, все созрело, все вспомнил, надо этим поделиться. И вот она сказала, что война начнется с Украины, но потом наши вооружатся, соберутся, и многих городов европейских просто не будет. То есть мы будем победителями, и это будет наша территория. Вот буквально ее слова, что мы будем победителями, и европейская территория, речь не идет про то, что там Белоруссия с Украиной соединена, это само собой. Это самой собой Белоруссия соединится, это все мы вернем, что европейская территория будет наша. Что какая-то там небольшая часть останется для европейцев для проживания, а большая часть именно будет нашей русской завоенной территории да но при этом все-таки она говорила что нужно все равно духовно бодрствовать потому что бывает что все как основная мысль которую я не досказал и надо было говорить потому что все прерывно все непоследовательно весь этот разговор но основная мысль которая изначально я не сказал что все зависит православной церкви она сказала что есть русская православная церковь будет не экономически улучшать духовно будет возрастать то у россии очень большое будущее даже будет царь православный будет даже царь православный если как бы православная церковь закиснет сама в себе как таковая то вернуться коммунисты и будут гонений на любом этапе на любом этапе вернуться коммунист получается что господь он предустраивает какую-то судьбу в принципе и вот это открывается через святых людей но если люди будут вести себя не по воле божьей основной мысль который я еще подчеркнул потому что разные вопросы задавал надо много рассказывать я иначе спрашивали машка многие пророчества они в одну цепь не выстраиваются это разные направления про которые говорили святые а россии россии она говорит да это так и есть разными святым господь отдавал откровение разных возможных путей развития но если россия будет воцерковляться если россия будет приносить богу покаяние то у нас очень хорошее будущее очень хорошее будущее то есть россия будет номер один мире мире но это если мы этого заслужим если нет коммунисты вернуться и вот гонение да дай господь чтобы все-таки не вернулись коммунистов ну как-то так многие сейчас переживают как как мы хорошо жили и как было все справедливо при дедушке этим брежневы как все было у нас замечательно вспоминают страдают эти времена охают ахают а то что это промысел божий люди не осознают отец михаил ну у нас вот фактически заканчивается к сожалению время беседы но может быть вы что тут еще просто какое-то последнее такое напутственное слово вспоминая матушку сепфору да вот ее завет свое общение с ней или какой-то тоже пример из жизни приведете ну что-то такое заключительное нам всем в назидание ну назидание то что мы очень часто негодуем своей жизни то что имеем и вот очень часто я слышал от малышки напутствие когда к ней приходил кто кто-то особенно женщина не очень часто жалуются на свою бытовые условия на только что не имеет и матушка их стояла на место она говорит радуйся тому что имеешь иначе тебе будет корыто то есть она приводила сказку пушкина этой бабульки которой все было недовольно вот все хотела все больше и больше в конце вернулась своему корыту вот нас может отжидать всех корыто не только отдельно взятых тех кому матушка кому матушка об этом говорила нас как россию как страну как народ может жить ждать корыто потом давайте радоваться и благодарить богу того что мы сейчас имеем так как мы сейчас никогда никто не жил многие женщины ко мне приходят игры вы вы только осознайте что так как вы сейчас одеваетесь императрица не могла себе позволить потому что чтобы ее так одеть нужно было куда-то послов посылать каких-то там посылать купцов куда-то в другие страны привести какие-то отрезы материала вы сейчас просто вот одеваетесь как нефертити понимаешь то есть что хотите в чем вздумается и не осознаете что вы уже как царицы то есть если вы одеваетесь сейчас как царицы и это не осознаете то о каких мечтах можно еще себе там выдумывать потом как бы у нас сейчас настолько благополучное время если мы не будем бога благодарить то господь конечно нас накажет да ну будем стараться господа благодарить конечно и вам огромное спасибо отец михаила спаси господь что вы так вот откликнулись побеседовали и конечно будем и и наших вот личных таких вот молитвах обращаться к матушке сепфора мы понимаем что по-человечески еще вот канонизация не состоялась но у бога она несомненно прославлена да и люди приходят и получают по молитве по вере своей да от матушки сепфоры много случаев благодатной помощи так что обязательно будем молиться и посещать обитель в клыкова или в клыкова как по-разному называют обитель спаса нерукотворного спасибо боже спасибо отец валерий что вот вы приехали уделили нам внимание мы рады такой встречи братской чувствуется вот это взаимопонимание любовь и нам этого сейчас крайне не хватает это то зачем мы должны дорожить и то за что мы должны держаться спасибо внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео